Еврокомиссия резко высказала вчера по поводу выборов в России, которые прошли. Они, значит, сказали, что они прошли в атмосфере запугивания, и что они проходили без международного контроля и так далее. Как вы оцениваете такие заявления? По поводу вот той фразы, которая звучит о том, что у нас выборы проходили без международного контроля, я опять же хотела бы привести вам факты. В нашей стране в период выборов находилось практически 250 международных наблюдателей, 249. Из 59 стран мира и 10 международных организаций. Вот скажите мне, на каком основании кто дал юридическое, моральное право оценивать присутствие этих специалистов как в принципе отсутствие международного контроля. Что такое за пренебрежение? У нас вообще колониальные времена, когда люди делились на граждан стран первого сорта, второго сорта, третьего сорта, рабов и рабовладельцев, эти времена ушли. С ним международное сообщество, как мы понимаем, закончило с этими временами. Это с какой стати люди, представляющие евроструктуры, западную, как они называют, цивилизацию, с таким пренебрежением относятся к людям из других регионов. Это дипломированные специалисты, это люди, которые имеют за плечами опыт, это люди, которые занимают высокие посты. Они на деле проявили себя как специалисты не только в 21 году, но и ранее. Они были делегированы своими государствами, они были делегированы международными структурами. Кто дал право Западу не столько по-снобистски, сколько по-хамски и высокомерно относиться к людям из других стран? Не много ли они себе позволяют? Пусть они перечитают собственные доктрины уважения прав человека, осуждающие сегрегацию. Пусть они перечитают это еще раз. Вот такого отношения к людям из суверенных, независимых и свободных государств мы просто не допустим. Вот еще по поводу атмосферы запугивания. Это как ее измеряли, интересно? Чем у них какой-то аппарат стоит по измерению атмосферы запугивания? Как они собственную атмосферу замеряют, когда разгоняют митинги собственных граждан, когда избивают журналистов, когда проводят собственные политические мероприятия, в общем, достаточно строго контролируя их, в том числе силовыми методами. Но если говорить серьезно, да, действительно атмосферу запугивания создавали. Только создавали не внутри нашей страны, а за ее пределами. Это, безусловно, и угрозы применения санкций по итогам выборов, четко давая понять, чью сторону каких политических движений, если их так можно еще назвать, они занимают. Это бесконечные заявления о том, что выборы и их итоги не будут признаны, не должны быть признанными, что будут предприниматься соответствующие действия и меры. Вот это и есть атмосфера запугивания. Причем за ней стояли не какие-то неназванные источники, а вполне конкретные официальные лица и международные структуры коллективного Запада. Про средства массовой информации, вот этого западного мейстрима, я вообще не говорю. Это настоящая информационно-пропагандистская компания, которая разворачивалась на их страницах, лилась с экранов и так далее. Вообще, честно говоря, налицо какое-то противоречие. Вот смотрите, с одной стороны, вчера мы слышали заявление пресс-секретаря господина Борреля о том, что они не могут дать оценку нашим выборам, потому что якобы не было наблюдателей, которые могли бы предоставить объективную информацию. Потом следует заявление господина Борреля относительно того, что выборы не соответствуют каким-то там стандартам. Хочется какой-то определенности. То есть не было на наших выборах международных наблюдателей, и они не могут их оценить? Или все-таки наблюдатели были, и оценить их эти выборы они могут? Но так же невозможно бесконечно в таком бесконечном качании маятника, причем с очень большой амплитудой, как правило, достигающей 180 градусов, существовать. Я сейчас говорю про них. Откуда они вообще, в принципе, берут такие факты? Еще раз, всех приглашали по традиции, кто участвует в международном наблюдении, принять участие в качестве наблюдателей на российских парламентских выборах. Вы видели всю эту драматургию, связанную с тем, что почему-то непонятно, по каким совершенно критериям, в частности, БДИПЧ ОБСЕ принял решение увязать количественное присутствие вообще с приездом в нашу страну. Настаивали, что это должно быть 500 человек, учитывая все наши эпидемиологические требования, да и, в общем-то, практику самого БДИПЧ ОБСЕ. Мы предложили 50 наблюдателям от этой структуры приехать в нашу страну. Ну, если анализировать опыт и БДИПЧ, и проведение выборов как к западу от Вены, так и к востоку, в общем-то, цифра более чем соразмерная. Это никого не устроило. И дальше началась история про то, что выборы то не могут оценить, то могут оценить как неправильные, потому что не было наблюдателей. Ну, вы же понимаете, к чему все подводилось на протяжении нескольких месяцев. Вот, видимо, это тоже то, что наши партнеры вписывают в определение конструктивной неопределенности, когда в любой момент из-за созданных ими же обстоятельств можно менять вектор и поднастраивать свою оценку, исходя из выгодной политической конъюнктуры. Но так дела не делаются. Ну, теперь опять же о фактах. Настоящие международные наблюдатели, которые действительно побывали в российских регионах и вели наблюдения, говорят следующее. Например, глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов сообщил, что члены миссии посетили 623 избирательных участка и не зафиксировали никаких нарушений. Увидели хорошую организационную подготовку выборов, что позволило провести голосование на самом высоком уровне. Ну, это вот просто реально факт и оценка. Продолжение следует...